Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам. Хосе Мария Касада-дель-Алисаль. Колокол Уэски. Холст масла 356 на 474. 1880 год. Находится в музее Прадо. Колокол Уэски – испанская средневековая легенда, связанная с именем короля Рамира II, правившего в Арагоне в 1134-1137 годах. Эта легенда получила название Колокол Уэски и множество раз объявилась в литературе и изобразительном искусстве более позднего времени, хотя историки стоят под сомнение ее достоверность, указывая на античные корни и легенды. В начале своего правления королю Рамира II пришлось бороться с оппозицией среди рыцарей дворянства. Узнав, что готовится заговор против него, он отправился за советом к аббату монастыря Сент-Пон-де-Тамьерс. Аббат был занят подрезанием роз в монастырском саду. Рамира писал ему всю ситуацию и спросил совета. Однако аббат не отвечал, а продолжал заниматься своим делом. Он обрезал самые высокорастущие розы и в конце концов просто велел Рамира делать то же самое. Рамира понял совет аббата и вскоре пригласил всех знатных аристократов в город Уэску, где пообещал показать им колокол, который будет слышно во всей провинции. Когда же они прибыли, то увидели обезглавленные тела заговорщиков, а голова лидера, предполагаемому останию, была привязана к языку колокола. Действительно, об этом колоколе услышали во всей Уэске. Впоминание о событии, которое могло лечь в основу легенды, встречается в первых таллицких анналах, начатых в середине XII века. В начале правления Рамира II даже в какое-то время потерял трот и в 1135 году вынужден был скрываться. Возвратившись, король подавил бунты, обезглавив несколько из влиятельных бунтовщиков. Подробности же легенды, по всей видимости, заимствованы в измененном виде из сюжета, описанного Геродотом. Композиция столь же проста, сколько и безупречна в исполнении. Планировка сцены отмечена монументальной архитектурой помещения, мрачная и влажная атмосфера, которого великолепно подчеркивается пурпурно-серыми тонами гранитных камней. Темный свод арки на заднем плане обрамляет хрупкую фигуру короля-монаха. Окружение человеческих голов и останков, разворостных вокруг него, в то же время как в правой части зала, залиты большой ясностью, сосредоточены испуганные дворяне, сгрудившись на коротких ступенях лестницы, не решаясь спуститься перед призрачной бойней, которую созерцает его безумные глаза. Технически картина представляет собой абсолютный урок искусства живописи, в котором Кассада хотел продемонстрировать превосходство своего мастерства в этом жанре, действительно предложив на этом полотне, несмотря на тематику, одну из самых богатых страниц всей испанской исторической живописи 19 века. Вот такое описание в интернете я нашел к работе Хосе Мария Кассада дель Алисаль, работа называется «Колокол Уэски». 1880 год. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok